Товарищ главнокомандующий, личный состав главного командования по случаю завершения формирования воздушно-космических сил построен. Держать на замке и небо, и космос теперь задача нового вида войск. Он сформирован из частей ВВС и войск воздушно-космической обороны. Защита воздушно-космической сферы для Министерства обороны сейчас задача приоритетная. А слияние сразу нескольких родов войск, по словам министра Сергея Шойгу, повысит их эффективность. Их создание обусловлено смещением центра тяжести вооруженной борьбы в воздушно-космическую сферу. Теперь под единым руководством объединены авиация, войска противовоздушной и противоракетной обороны, космические силы и средства вооруженных сил. Первое боевое дежурство воздушно-космические силы заступили в первый день августа, когда президентом и был подписан приказ о создании войск. Командовать новым формированием будет генерал-полковник Виктор Бондарев, занимавший до этого должность главкома военно-воздушных сил. Он лично проверил готовность всех подразделений. Все команды военнослужащим будут поступать из созданного единого центра управления воздушно-космическими силами. Субтитры создавал DimaTorzok